Обратите внимание, две особенности этой атаки. Ещё не очень точно понятно, сколько и откуда ракет пущено. Я буду предполагать, но я не держусь за эти предположения. Но что видно, что эта атака была... В четверг он выпустил 70 ракет, из них 90% были сбиты. Частично эти ракеты пытались нащупать дырки в противоракетной обороне. Частично это даже Путину удалось. Но самое главное, что сегодня он бил, как я уже сказала, не по энергосистеме, а чем придётся, почему придётся. Он лично приехал в командный центр, обратите внимание. И то есть, грубо говоря, после того, как предыдущий удар вышел пшиком, Путин приказал стрелять по готовности. Вот раньше были волны, волны того, волны другого. Сначала идут что-то, что насыщает противоракетную оборону. Сейчас вот просто летело всё. Я не знаю, что именно летело в Киев пока. У меня ощущение, я обсуждала с другими людьми, что, возможно, это были даже Искандеры из Беларуси. То есть, это были баллистические ракеты, которые практически невозможно сбить. Тогда это был первый запуск баллистических ракет, и тем более первый запуск из Беларуси. Я ещё раз говорю, я только предполагаю, я не держусь пока за это предположение. Возможно, это были даже калибры, которые шли с Каспия. И тогда, я не оговорилась, калибры с Каспия, но только возможно. Потому что тогда это означает, что Каспийская флотилия отстреляла просто свои последние ракеты. И вот это реально первый раз в истории человечества, когда ракетами за 6 миллионов долларов швырялись. Ну, так вот это выглядело, как крестьянское ракетное ополчение. Кто с косой, кто с шилом. Это реально ракеты, дорогостоящие, использовались как полевая артиллерия. Вот он стреляет по бахнуту просто, чтобы, значит, куда-то попасть. И это тоже была попытка такой ковровой бомбардировки многомиллионными ракетами по готовности. Судя по всему, все-таки, вот сейчас говорят о 20 ракетах. Насколько я понимаю, это как раз 20 ракет Х-101 и Х-555. И если там были действительно Эскандеры из Беларуси, это значит, что он как раз об этом договаривался с Лукашенко. Еще раз повторяю, это далеко не 100%. Но и с Романом Светаном, и с некоторыми людьми мы обсуждали, что уж больно неожиданно эти ракеты образовались в центре Киева, а, в общем-то, откуда-то из Беларуси, кроме как из Беларуси, их образоваться нечем. А еще вот эти 20 ракет, о которых заявляется официально, их отстреливали Ту-95. То есть это максимум, получается, 4 самолета. Из них 12 сбили. Действительно, ракеты реально зашли там, где ПВО не было. А из Дягилева, это Рязанский аэродром, взлетали Ту-22 и били ракетами Ха-22 из-под Курска. Опять же, это я не могу со стопроцентной пока уверенностью сказать, но похоже, что да. Напоминаю, что ракеты Ха-22, они вообще точно не летают. У них круговое вероятное отклонение 300 метров. Самая история торгового центра в Кременчуге. Мы на нее найдем. Ну и традиционно лупили С-300 по Харькову и Краматорску. То есть это буквально всем. Вот у тебя горшок, неси горшок. У тебя есть щи, тащи щи. У тебя есть топор, тащи топор. А перед этим в четверг, напоминаю, 29 декабря было запущено 69 ракет, 54 сбиты. И в Киевской области были сбиты все 6 из 16 ракет. Во Львове было хуже. И еще летело две волны шахедов. Шахеды не сели ночью до атаки с юга, а днем после атаки с Беларуси. Вот тот факт, что какая-то команда, которая управляет дронами шахедами иранскими, и сидит в Беларуси, заставляет предполагать, что Путин на что-то еще больше подбил Лукашенко. Но в любом случае в четверг все шахеды были сбиты, причем копеечным способом, из пулеметов. И как ваша покорная слуга здесь и говорила, шахед как сколько-нибудь существенной угрозой, даже как средство насыщения ПВО, прекратил существование. В общем, несмотря на всю неожиданность, лично, например, для меня, я думала, что вот 29-го отстрелялись, показали низкие результаты и пошли квасить на Новый год. Не думаю, что это была неожиданность для украинского ПВО, но действительно кое-что прощупали, кое-что проехало. Но общий итог, Путин хотел продемонстрировать свои большие, толстые, мощные ракеты. Но он вообще очень любит демонстрировать все, что имеет такую круглую фаллическую форму. Вот как он хотел Европу на газовой трубе вертеть. Нравится, не нравится, терпимая красавица. И продемонстрировал он, что ракет у него мало. А то, еще раз повторяю, чем он плевался сейчас, ну это просто далеко не всегда были точные ракеты, которые в принципе уже даже и не могли попасть по инфраструктуре, поэтому, ну вот кто попал по гостинице, кто еще чего, шухеру надел. Население Киева, то есть Путину очень хотелось, чтобы население Киева встречало Новый год в метро. Возможно, оно будет встречать Новый год в метро, будет петь там червону калину. Никаких своих целей этим Путин не добился, кроме того, что он еще раз продемонстрировал, что он неменяемый маньяк, с которым договариваться нельзя. И вот, собственно, почему я решила посвятить этот эфир ракетной атаке, потому что в значительной степени это и есть самаре того, что происходило за последние 10 месяцев. И напоминаю, что это Юлия Латынина и Латынина ТВ, и что это код доступа, и что нас смотрит 6 тысяч человек. Спасибо, что вы выбрали это новогоднее время, чтобы послушать вовсе не совсем новогоднюю передачу, хотя, с другой стороны, у меня для вас есть радостные новости, которые вы и сами видите. Они называются «Путин. Оп!». Я дальше не буду продолжать. И, собственно, разберем, как устроены путинские ракетные атаки. И начнем еще с того момента, когда он инфраструктуру не обстреливал. Помните удар ракетами по Одессе, когда прилетела пожилому дому, убила мать, убила ее дочку, убила бабушку, остался один безутешный муж, и потом Коношенков доложил, что это был нанесен удар по логистическому центру, там, значит, заводилось натовское вооружение. И, конечно, любой человек мог видеть, что это не так, но если взять карту, то можно было видеть, что действительно рядом с этим домом есть аэродром. Только такая маленькая деталь. Этот аэродром 30 лет не функционировал и давно был превращен в блошиный рынок. То есть что достиг тот удар по Одессе? Убили людей? Да. А достигли ли военных целей? Ответ, конечно, нет. Ровно наоборот продемонстрировали, что российские военные не умеют обеими руками найти свои собственные штаны при полном свете и с радиолокатором. Потому что, ну как, 30 лет назад был аэродром, а теперь там барахолка. А сломали дух народа? Ответ, та настолько бессмысленная и настолько глупая. О убийство они только сплачивают дух народа в единении против агрессора. А вот административных целей, бюрократических, они достигли. Потому что они доложили Путину, что поразили цели, а что самое главное – российская армия. Доложить начальнику, что ты исполнил его приказание. При этом они это сделали наименее затратным способом, потому что затратный способ состоял бы в том, чтобы потратить все деньги, запустить спутники, проанализировать большие данные, действительно понять, где находится какой-то логистический центр и по нему ударить. И это стоило большого количества умственных усилий, которые эти ребята все сэкономили. Вместо этого они просто соврали. Они ударили туда, куда, что называется, в белый свет, как копеечку, а потом доложили, что это и был логистический центр. Другой пример. Кременчуг. Прилетает ракета Х-22. Ракета Х-22 имеет круговое вероятное отклонение 300 метров, но это если она не видит цель. Запущена она была со стратегического ракетоносца. Опять же, Ту-22 самолет, Ту-22, который, ракета может лететь 300 километров. Запущена она была из Курска. Что там произошло, суть по всему? Это то, что мы подробно разбирали с Романом Светаном. Там рядом есть завод, на заводе есть ангар, в ангаре есть кран-балка, в ангар ведут рельсовые пути. Соответственно, сидит какой-то человек в российской армии, он получил задание. Задание найти место, где разгружаются хаймерсы или что-нибудь в этом роде разгружаются боеприпасы. Он смотрит по интернету, думает, где они могут разгружаться. Для этого должен быть ангар, кран-балка и пути, которые туда ведут. Он просто открывает интернет, смотрит список деловых предложений, типа «мы можем разгрузить». И просто высосав из пальца, пишет «а вот это вот здесь». Ну, или может быть, какой-нибудь местный агент путинский, который хочет заработать себе денежек или подняться в глазах начальства, тоже не имея на самом деле никаких сведений, кроме того, что чисто теоретически это место пригодно для разгрузки хаймерсов, пишет. «Это вот здесь». Дальше запускается ракета, как я уже сказала, это очень старая ракета. Она 60-х годов, она предназначена для поражения авианосцев. И когда я сказала, что у неё круговое вероятное отклонение 300 метров, это значит, когда она цели вовсе не видит. А у неё всё-таки есть какие-то очень слабые 60-х годов мозги, которые позволяют, вот как она целится в авианосице. Она видит, что вокруг моря в середине что-то железное. И целится во что-то железное. Точно так же на Земле она может целиться во что-то железное. Но это что-то железная крыша, отдельно стоящая. И когда в 60-е годы её учили целиться, то отдельно стоящими крышами было что? Правильно, заводские цеха. Супермаркетов тогда ещё не было как класса. Сейчас как класс супермаркеты появились, но ракета не помнила 60-х годов. Поэтому она видит, вот что-то отдельно стоящее, железное, она туда прилетела. Это был не цех, а торговый центр. И, соответственно, возникает вопрос, что этим достигли те, которые запускали ракету. Убили людей? Да. Достигли ли они каких-то военных целей? Ровно наоборот они показали, что российская армия ровно то, что я только что сказала. Сломали дух народа? Опять же, ровно наоборот. А вот административных целей, опять же, они достигли, потому что они доложили Путину, что поразили цель, что уничтожили хаймерсы. И вот эти хаймерсы при взрыве разлетелись и поразили торговый центр, где наши звездочки. И сделали они это наименее затратным способом, то есть соврали. А что оба раза мы видим общего, что соврать гораздо проще, чем найти настоящую цель. Соответственно, гораздо проще пустить заведомо неточную ракету, там, где она попадет, и сказать, что там и была цель. Любая бюрократия, тем более российская военная, достигает своих целей на менее затратном для нее способом, соврать проще, чем попасть. И таким образом она совершает, с одной стороны, военные преступления, а с другой стороны, военные преступления совершает, которые не имеют военного смысла. И вот я утверждаю, что все ракетные атаки на украинскую инфраструктуру, включая последняя, которая не была атака на энергетическую инфраструктуру, а просто, как я уже сказала, забрасывали ракетными мисками туда, куда попадет. Построены ровно таким же образом. Они специально сконструированы так, что предоставляют возможность для неограниченного вранья за счет нанесения ударов, которые доставляют зло, боль, смерть, но принципиально не способны нанести тот ущерб, который Путин хочет нанести. Вот не способна Россия это выиграть. Это такой фейк для Путина. А сделаны из кровей, смертей, но фейк. Потому что все-таки выигрыш в войне, он не определяется количеством слез гражданских, и нельзя выиграть войну, заставив детей плакать. Субтитры создавал DimaTorzok